Да уж, пока предприниматели подсчитывают ущерб, своих пропавших родных разыскивают алматинцы. Они звонят в больницы, в полицию, даже в морги. Волонтеры пока помогают в режиме онлайн. Олеся Букарева пятые сутки ищет без вести пропавшего бывшего мужа Валерия Букарева. 7 января он отправился в сторону бизнес-центра Нурлы Тау, чтобы отнести продукты своему отцу. С тех пор не выходил на связь. Он шел со стороны Нурлы Тау, примерно по Мира, по Желтоксан улице. Был одет в желтую куртку, желто-горчичного цвета, темно-синие джинсы, черные ботинки. При себе у него были удостоверения, ключи от машины, документы на машину. Никакой информации о нем, ни в РОВД в списках нет. Объявлений о поиске в социальных сетях сейчас очень много. Ситуация осложняется тем, что волонтерам, которые помогают в розыске, запретили ходить по улицам и расклеивать объявления. Поэтому они ищут онлайн, обзванивают морги и больницы. В полиции отметили, что к ним с заявлением обратились только двое. Мы рекомендуем родным и близким этих людей обращаться в органы внутренних дел по месту жительства или по локации, где в последний раз видели этого человека. По алгоритму имеющемуся розыскное дело заводится незамедлительно, создается следственная оперативная группа. В полиции добавили, что больше не нужно ждать три дня, прежде чем написать заявление. Эту норму отменили. К поискам стражи порядка приступают незамедлительно, как только узнают об исчезновении.